Девушки отдыхают 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 не было? Нет, было, но 25 лет назад, вы понимаете, интернет еще был в зачаточном состоянии. Многие фирмы были не представлены в интернете, особенно отечественно-российские. Поэтому посмотреть в живых. И потом, люди, энергетики, это практики. Он пока не увидит работающее оборудование, как оно работает, насколько надежно. Он не будет у себя на заводе ничего делать. Поэтому в общении, как раз это была еще площадка общения, люди говорили, вот, слушай, я вот внедрил вот это вот, вернее, ты внедрил вот это изделие. Как оно работает? Ему говорили не рекламным языком, а какие это недостатки, к чему надо быть готовым, для того, чтобы оно у тебя на заводе нормально функционировало. Это была очень важная площадка общения. Плюс ко всему, выставки были по тем временам действительно шикарные. Вот, если кратко. Ну, на самом деле, хочу подтвердить, что, ну, во-первых, интерес к энергосбережению был и тогда, и нисколько он был, не меньше. И, на самом деле, может быть, меньше было информации, потому что не было таких быстрых способов ее распространения. Как раз хлынул поток нового оборудования, новых технологий, и, на самом деле, были достаточно живые выставки. И если сравнить программу тех конференций и программу сегодняшних конференций, то они будут отличаться и, в первую очередь, тем, что тогда было очень много выступлений с темой опыт внедрения вот этого, опыт внедрения вот этого. Практически. Практически, да. То есть, прямо с трибуны рассказывали, что кто-то что-то внедрил. Вот мы поставили у себя на предприятии вот такую-то штучку. Все верно. И в конце месяца заплатили там на 20% в то время нужно было, так скажем, массового потребителя, ну да, потребителя энергоресурсов убеждать, что появились технологии, и что да, если мы сейчас затратим несколько больше капитальных вложений, то это все вернется. Со временем, ну, я считаю, просто здесь рынок делает свое дело, там, рост стоимости энергоресурсов, и встречное снижение стоимости энергоэффективного оборудования. То есть, когда появилась первая лампочка энергосберегающая, вот эта вот, алюминистентная, да, с обычным цоколем, вот, задумайтесь, она стоила 100 долларов тогда. И мы даже какие-то бизнес-планы составляли, что как выгодно, значит, купить эту лампочку энергосберегающую, и когда там она через сколько лет окупится. Сегодня никого не надо убеждать, что надо покупать. И сейчас даже уже эти лампы, вчерашний век, да, сейчас везде все, у нас светодиоды, и уже никто не задумывается, что их надо покупать. Просто рынок делает свое дело. Ну, сейчас потребитель просто может, вот, на примере, не знаю, своего дачного счетчика убедиться, как вот у меня, например, происходит, да, когда обычная лампочка накаливания вкручена на даче, и ты включаешь, и у тебя тут счетчик перед глазами, и ты видишь, как наматывать он начинает, да, вот еще старый там счетчик стоит. Включаешь лампочку энергосберегающую, и видишь, как медленно-медленно ползет это колесико. Ну, вот, как бы, простой пример, но очень наклятный, конечно. А зачем ты вообще старые лампочки включаешь? А потому что вот... Для тепла на даче очень удобно. На даче, кстати, да. Они греют очень хорошо. Они греют, это правда, да. Ну, то есть вот, если 20 лет назад мероприятие выполняло одни функции, что изменилось за 20 лет, к чему мы пришли сейчас? То есть, понятно, сейчас уже нет недостатка там в информации, все можно посмотреть в интернете, проходит куча международных форумов, посвященных там той же самой теме. Сейчас на что делается упор? Вы знаете, сейчас делается упор все-таки на общение и именно на практический опыт. Потому что, смотрите, что произошло вот за последние 20-25 лет. Я регулярно бываю на многих заводах, вижу много, тем более, что я занимался эксплуатацией сложных заводов. И это все видно сразу, у кого как что организовано. И вот на заводах тела обстоят очень даже здорово, потому что сегодня уже масса насосных станций с частотным регулированием, то есть они не потребляют лишнее, значит, на перекачке разного рода жидкостей. Я не говорю уже про освещение, потому что это на заводах не такая значительная статья потребления. Это система отопления, которая сделана с регулированием на субботнее воскресное время, на праздничные дни. Это все реально реализуемые вещи. Это система отопления, когда нет, например, на заводе единой котельной, стоят на газе несколько отопительных агрегатов, очень успешные, очень удачные, и там можно регулировать температуру по зонам. Один цех более тепловыделяющий, другой менее. То есть это все прекрасно работает. Это какой-то космос просто. То есть если греется где-то оборудование в цехе, то там можно ставить температуру меньше, чем обычно. Да, когда оно работает, можно снижать температуру потребления. То есть это все реально работает, реально живое. Но, к сожалению, бюджетные дела, они как-то... Бюджетные дела, к сожалению, общение с бюджетом, увы, видишь, что тема энергоэффективности, энергосбережения, она как-то вот не посеялась. О чем сейчас говорим? О бюджетных каких-то предприятиях? То есть не о бизнесе, а о бюджетных организациях. О бюджетных организациях, как у них организованы процессы. Значит, второй момент. К сожалению, пока очень много жалоб к нам идет на очень высокие, высокозатратные отопления в районах. Вот эти вещи, они пока у нас как-то идут, скажем так, не очень эффективно. Дальше. Бизнес хотел бы видеть гораздо более эффективным развитие системы газомоторного топлива. Это колоссальный ресурс не только экологии, но и именно тематики снижения затрат, снижения загрузок и повышения экономической эффективности предприятий в целом. Потому что я рассматриваю вопрос энергоэффективности как одной из статей конечной эффективности работы предприятия. А тот, кто работает эффективно, это и в мире он будет жить, выживать. Извините, а кто нет, тот, тому судьба уготовила другие ситуации. А получается ли находить какие-то решения вот конкретных проблем, да, если, говорится, например, там в районах есть определенные проблемы, то есть они там приезжают и вот составить какую-то готовую, я не знаю, схему решения, сказать, вот, ребята, если вы будете делать вот так, вот так, вот так, в конечном итоге придете к этому. То есть у вас получится там, а, сэкономить, б, наладить там, не знаю, процессы производственные. Я думаю, там проблема другая. К сожалению, она упирается в психологию исполнителей, потому что можно, значит, тратить, инвестировать деньги в более эффективные, например, способы получения тепла, а можно эти деньги просто расходовать иными способами, куда мы понимаем. И вот, к сожалению, значит, тем более, что это все утверждаются тарифы, как ты утвердил тариф, так ты в рамках этого тарифа можешь это все расходовать. То есть тут систем стимулирования недостаточно. Ну, вообще, мне кажется, это какой-то такой сейчас, особенно если сравнивать с мировыми процессами, вообще, мне кажется, бич какого-то российского бизнеса, то есть неготовность инвестировать, и она, получается, находит свое отражение вот и в сфере энергосбережения. А если мы говорим о предприятиях, которые бюджетные, насколько активное участие принимают... Скажем так, здесь идет добровольно-принудительное участие в этих мероприятиях. Главы районов, как правило, делегируют заместителей своих, которые как раз отвечают за коммунальный блок. Бывают, но уехавшие далеко не всегда видишь результаты того, что почерпнули. Вы вообще когда-то видите? Или просто человек приехал, посидел и уехал? Или бывает такое, что приехал, а потом звонит, звонят и спрашивают, вот вы знаете, я вот у вас услышал, вот нам бы сейчас это как-то внедрить. Подробности. Да, поподробнее расскажите. Бывали такие случаи? К сожалению, следует отметить, что если задача конкретная какая-то стоит в таком муниципальном образовании, и за нее есть спрос, то она выполняется. У нас эффективная была лет 7-8 назад, прошла эффективная очень программа. Несколько десятков котельных перевели на местные виды топлива. Это очень здорово. Сегодня практически свала копила уже нет в области. Сегодня свала горбыля гниющего нет в области. Это все уходит, эффективно топится. Я был на Алузском лесопромышленном комплексе, там вот меня приятно поразило. Это шикар, изумительно по уму построенный объект. Значит, там все, что вошло на территорию комплекса, весь лес, использование 100%. Что-то уходит, естественно, в деловую, в переработку, в продажу. А все, что, все вот эти вот отходы, оно уходит на собственную котельную. Раз, на котельную муниципалам продают два, и на целлюлозно-бажное предприятие три. Отходов ноль. Я не шучу, это действительно производство, которое вот, все, что пришло на площадку, все используется полностью. Это умнейшие ребята, просто вот очень высокое мнение об этом предприятии. Но это бизнес. Это бизнес. Но это бизнес. Это небюджетная организация. Вот насчет бюджетных организаций, кстати, там, насколько я помню, вот когда вся эта история начиналась, и с лампочками энергосберегающими, примерно вот в одно и то же время была какая-то программа для бюджетных организаций, для бюджетных учреждений по экономии как раз энергоресурсов, по переходу на энергосберегающие технологии. И, по-моему, даже были какие-то у них условия такие, что каждый год они должны были меньше и меньше расходовать. Что с этой программой стало вообще? Это был федеральный закон 261-й, он вводил энергоаудит обязательный на все предприятия. Он был, конечно, очень сильно замороченный, потому что, значит, до смешного доходило, что типовая форма, значит, отчета энергоаудита, она была, что для предприятия, где работает 10 тысяч человек, что для сельской библиотеки нужно было ответить на все абсолютные вопросы. Там, конечно, прочерков было много, но тем не менее. И там как раз предусматривалось ежегодное 3-процентное снижение объемов потребления всех видов энергоресурсов. Но спроса за это не было. И, кроме того, значит, если я муниципал, я говорю, да я вот купил оборудование, которое, значит, дополнительно, вот я поставил. То есть это все ушло, это не работало. То есть декларировано было, да? Вот Андрей, Андрей хочет дополнить, как я понимаю. Да, я как раз в те годы в том числе работал в агентстве, и проблема была в том, что было не только декларировано, но как у бюджетной организации есть статьи расходов, и, соответственно, на эти 3% ежегодно подрезали статью расходов, ну, там, может быть, с учетом роста энергоресурсов, а в натуральном выражении это все подрезалось. Но все мы понимаем, чтобы что-то сэкономить, ну, есть, конечно, и организационные мероприятия, да, там лампочки вовремя выключать, там еще что-то, там режим работы какой-то подкорректировать. Но в основном эффект достигается какими-то техническими мероприятиями. Естественно, на внедрение этих технических мероприятий в другой строке расходной должны быть какие-то денежки заложены, и очень часто здесь подрезали, а там не закладывали. И, ну, вот наша действительность... Ну, условно говоря, если там стоят 10 холодильников, то холодильники должны быть нового класса, вот эти, которые энергосберегающие, ну, это банальный совершенно такой пример простой, да? А денег на покупку холодильников не дали. Ну, правда, был общий плюс. Если, например, мы сначала переходили на газоразрядные энергоэффективные лампы, потом на светодиодные, то автоматически проблема-то частично решалась, потому что, значит... По мере выхода... Да, абсолютно. По мере выхода неэффективного оборудования из строя покупалось более эффективное. Более современные. Естественные процессы. Точно так же холодильники, их просто запрещали выпускать, там, класса С, Д, там, Д и прочее. Насколько вообще силен разрыв, да, между бюджетными предприятиями и бизнесом в этом плане? Возможно ли его как-то ликвидировать? Честно говоря, полностью его ликвидировать нельзя, потому что, когда предприятие реально заинтересовано, оно делает максимум из того, что ему отпущено по деньгам. То есть энергетик всегда эффективно расходует деньги, которые ему дал директор на энергосбережение. То есть это все очень успешно идет. А в бюджете, видите, очень сложно сформатировать эти статьи для экономии. Здесь самый главный резерв, наверное, это все-таки энергосервисные контракты. То есть тогда, когда приходит какая-то организация и говорит, ребята, мы вам сделаем, значит, за наши деньги, значит, потратим там вам 150, 250, 350 тысяч, значит, но мы заключаем с вами договор, что вы эти деньги вернете в течение там 3-2-3 лет, значит, там 4 лет, ну, за счет той экономии, которую вы получите от этих мероприятий. Ну, тут самое главное тоже иметь грамотность, чтобы избежать шарлатанов. Ну, то есть правильно компанию выбрать, да? Наш энергосервисный контракт, как можно оценить? Кировский. Кировский. Они есть, они работают, но на первом... Ну, тот, который по освещению уличному, городскому, стегендарный контракт. Я не готов его комментировать. Я считаю, что светодиодный контракт был несколько преждевременен, потому что те самые натриевые лампы, которые желтые работали, это было очень эффективное освещение, и по единице отдачи оно до сих пор эффективнее, чем светодиодное. Как это не смешно говорить? Потому что, значит, ну, у них, если говорить цифер, как-то там отдача где-то порядка, значит, 160 люмен на ватт. Значит, а светодиоды только самые хорошие отдают такую и такую вещь. А реальные... Они стоят очень дорого. Они стоят дороже, да. Давайте мы по программе все-таки немножко пройдемся. Вот мы говорили уже про муниципалитеты и про там заинтересованность, да, в новых технологиях. Я вижу просто вот, ну, сегодня утром все стартовало, да, понятно, что пленарные заседания, эффективность, энергоэффективность, стратегический вектор развития, понятно, там о чем говорилось, скорее всего, да. Дальше было награждение лучшее муниципальное образование Кировской области в сфере энергосбережения 2020. И номинанты, что называется. Кто, кстати, победил? Вручали, вручали Вятским полянам, значит, достаточно эффективные вещи. здесь это не является каким-то объективным критерием, потому что там номинации были достаточно узкие. Поэтому здесь нельзя говорить, например, о том, что Вятские поляны вдруг сэкономили на район такое-то количество, там, тысяч или там десятков тысяч киловатт-часов или чего-то еще. Ну, я просто вот вижу, простите, пожалуйста, Штыкиров, зато Первомайский и Вятский полян. Ну, то есть, какие-то, ну, как бы, такие населенные пункты, от которых, собственно, и ждешь, что они что-то внедрять будут. Это просто более активные люди, которые реально что-то хотели сделать. Понятно. Вот, и глава города Вятский полян, он действительно очень активный сам товарищ. И вот есть люди, которые, значит, ну, как раньше называли, бессеребрени, которые хотят что-то сделать лучше. Каждый день, чтобы было лучше, чем вчера. Их не так много, увы. У нас задача, наверное, сделать как-то. Но Вятский полян молодцы. По крайней мере, стоит отметить их, да, на фоне других. Ну, вот, вспоминая работу в агентстве энергосбережения, на самом деле, был пяток районов, то есть, на самом деле, все зависит от людей. И был пяток районов, главы и первые заместители, курирующие энергетику, которых практически еженедельно, ну, или каждый раз, приезжая в Киров, обязательно приезжали в агентство энергосбережения и обсуждали какие-то свои проблемы и пытались участвовать и участвовали, периодически выигрывали вот эти займы из фонда энергосбережения. То есть, на самом деле, очень много зависит от конкретных людей на местах. И вот Вятские поляны, это точно, вот сейчас напомнили, это я вспоминаю, это регулярные гости были в агентстве энергосбережения. А, то есть, у них богатый бэкграунд. И слава Богу, очень люблю этот город, и слава Богу, что ничего там не изменилось в худшую сторону. Это примерно как... Процветание им... С общественными проектами. То есть, когда начинается какая-то движуха, и люди видят результат, они начинают больше, 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 больше участвовать в чём-то, да? И здесь такая же история с Вятскими полянами. То есть, они когда-то начали, с тех пор не останавливаются. А традиции, которые зарождаются в управлении, они ведь передаются. Как хорошее, очень трудно сделать что-то резко, одномоментно, так и, значит, внедрить плохое тоже далеко не всегда получается, к счастью. Поэтому, это то и плюс. Ну, вот сегодня, смотрите, сейчас прямо обсуждается как раз на форуме повышение эффективности использования энергоресурсов в ЖКХ и энергоэффективный капитальный ремонт, об этом чуть позже. А вот дальше будет, значит, механизмы финансирования и стимулирования энергосберегающих мероприятий и ресурсосбережения. Это то, о чём говорил Андрей, да, вот какие-то займы от агентства энергосбережения, которые можно использовать. Или нет? Ну, в своё время, ещё, точнее, наоборот, началось всё с фонда энергосбережения для управления, которым, если я не ошибаюсь, в 2003 году было создано агентство энергосбережения. И, насколько я знаю, этот фонд действует, и работы идут, финансирование проектов идёт. Много ли инструментов вообще таких вот, поощрения какого-то? Ну, нет, здесь не поощрение, это фонд финансирования, фонд, он как раз не для поощрения, он для того, чтобы финансировать энергосберегающие мероприятия, и я думаю, что немало за счёт него сделано. в нашей области, вот смотрю программу, очень много вопросов, связанных с энергосервисом. На самом деле, этот механизм заработал. Почему? Наверное, потому что появились какие-то внятные правила игры. Простились старые правила. Да, и реально сейчас, да, когда собственник, ну, я извините больше с частными предприятиями связан. Давайте на примере бизнеса. Бюджетные вещи мне сложно комментировать, а в части, значит, бизнеса, то есть, на самом деле, есть какие-то мероприятия, которые собственник финансирует сам, и он выбирает, что сегодня заплачу побольше, но внедрю энергосберегающиеся технологии, какого-то оборудования более современные, завтра сэкономлены на энергоресурсах. А есть крупные, реально крупные проекты, которые частник выполнить не в силах. Не может потянуть, да. Не в силах, но ему нужно там предоставить какой-то там земельный участок, какие-то помещения, заключить договор, дать, значит, договор о намерениях для того, чтобы это все там через банк прошло. И в результате внедряется энергосберегающие мероприятия, и, соответственно, в том числе за счет энергосбережения и за счет вот этих механизмов частник начинает получать более дешевую услугу в части энергоснабжения. И это, на самом деле, все заработало сейчас. Леонид Иванович, вы подтверждали, да, слова Андрея Ивановича? Да, конечно, да. И более того, я еще готов подтвердить, в каком плане, что когда деньги выделяют, то грамотные специалисты с агентства, с привлечением, значит, громадеев и из других структур, они рассматривают этот проект, дают иногда советы, в какую сторону его немножко там отклонить, либо где акцентировать внимание. Это тоже очень важно, потому что, понимаете, ведь от уровня грамотности на местах людей зависит очень многое. А далеко не всегда требуется поддерживать, скажем, в каком-то отдаленном районе там уровень высочайших специалистов. Достаточно консультаций. Поэтому, да, здесь позитива много. Ну, на самом деле, там в комиссии по выделению этих денег там серьезные люди, в том числе наш Вятский университет, кафедры там электроснабжения, теплоснабжения. То есть и все проекты, которые реализуются за счет этих средств, то, естественно, они проходят экспертизу на самом деле специалистами высокого уровня. Ну и плюс в агентстве собственные, так скажем, силы, в том числе и энергоаудиты, и приборную базу с тех пор созданную. Я думаю, что она только улучшилась. Поэтому этот механизм продолжает работать. Я предлагаю нам сейчас прерваться на рекламу, а потом мы подробнее по программе пробежимся. Дневной разворот продолжается. В нашей студии Леонид Перминов, Андрей Черепанов. Говорим про межрегиональный форум эффективной энергетикой ресурсов сбережения, который сегодня открылся в нашем городе. Партнеры форума правительства региона, Вятская торгово-промышленная палата, агентство энергосбережения. Я уже говорила о том, что вот буквально сейчас, я думаю, что вот только-только закончилась панельная дискуссия о повышении эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальной сфере и энергоэффективный капитальный ремонт. Вот эта история, она в первую очередь важна для кого? Для, условно, министерства нашего ЖКХ, который по каким-то показателям отчитывается за энергоэффективный капремонт. Для организаций, которые работают в этой сфере, не только фонд капремонта, но и управляющие управляющие там организации, возможно, или для жителей? Я думаю, что, конечно, в первую голову это важно для жителей, потому что это деньги каждого из нас, это деньги жителя. У нас потребление ресурсов в коммуналке, к сожалению, неоправданно высокое. Оно связано и с не слишком совершенными нормативами, и с определенным лоббированием, большой энергетикой систем своих, систем. И, честно говоря, просто непониманием и либо, значит, невоспитанностью конкретных жителей. Потому что, ну вот смотрите, то же самое, это мелочь, которая, значит, бросается в глаза всегда, что заходишь, если свет горит в подъезде, значит, это плохо. Даже вот я помню первый раз в 80-х годах в Праге, значит, там горит одна лампочка в подъезде, заходишь, нажимаешь на кнопку, вспыхнул весь подъезд. Это 80-е годы. Прага. Не кап страна, а нечто такое. Вот. Потому что люди не могли понять, зачем должен гореть свет ночью. Потому что, ну, Прага, это все-таки арийские нации, там наполовину живут. Вот. А у нас-то все считается нормальным. Люди говорят, ну так как, а вот жулик придет, а у меня тут свет горит, я его вижу. А что, он жулик у тебя не догадает, свет выключить, пришли где грабить. Вот. Человек говорит, ой, а ведь правда, он этот свет-то выключить может. Вот это так. Это маленькая лирика для оживления. А сейчас поставили везде, ну, в подъездах вот эти, да, светильники с датчиками движения, и вторая уже проблема теперь возникает. Я, насколько знаю, вот эти лампочки не очень любят, когда их включают-выключают все время. Нет, светодиодные наоборот, их можно хоть десятки тысяч раз включать, а вот те газоразрядные, они, да, действительно. Но тут вопрос другой. Вот эти вот датчики движения, мало кто знает, что он в режиме покоя, когда он выключен. Тоже потребляет? Жрет 40 миллиампер тока, это где-то 7 ватт примерно, 8 ватт. То есть проще держать маленький светильник. Примерно столько же жрет, сколько лампочка. Сколько лампочка, да, маленькая лампочка, сколько светодиодная. Поэтому мало кто понимает, что надо ставить, например, акустические, которые берут в режиме покоя полмиллиампера всего. Акустические, которые на звук реагируют? Да, которые хлопнули, и она работает. Вот эти вот вещи, они реально практические, но это надо кому-то объяснять, видимо. А вот та самая с датчиком движения, может, прожектор коммутировать. Поэтому она, извините, она, как правило, на релейной схеме, она сама по себе лопает много. И она не является энергоэффективным мероприятием. То есть это не энергоэффективным. А смотрите, да, то есть это же вот такие вот тонкости, которые обычному человеку, в принципе, вот откуда эту информацию взять? Неоткуда. Но получается, какие-то вот мероприятия, форумы, они же все равно больше для узких специалистов, да? Не было у вас желания ввести какую-то отдельную там панель или, я не знаю, день выделить, для какого-то более такого отчеловеченного экскурса в энергосбережение, для людей, да, чтобы люди могли проходить образовательную секцию какую-то, да? Как сэкономить вот просто на своем доме? Ну вот, знаете, наверное, это не в рамках данного форума или данных вот выставок, которые были, потому что, и вспоминая опыт, ну, вот ту бабушку, которая случайно зашла, да, вот ее прямо видно, но их одна или две за все протяжение выставки. Все-таки, несмотря на то, что реклама широко вот в наше время, значит, по всем СМИ давалась, что такое будет, то есть в основном идут, конечно, специалисты, профильные специалисты, энергетики, и очень сложно прямо вот какой-то бытовой сектор организовать и потом его набрать. Мне кажется, что такие вещи, может быть, имеет смысл делать даже вот не на таких форумах, а у нас ведь есть вот Центр общественного контроля в сфере ЖКХ, я, насколько понимаю, они периодически проводят какие-то мероприятия и с территориальными управлениями, еще с кем-то, именно для жителей, я имею в виду, не для бизнеса. То есть, если мы говорим об экономии энергоресурсов, то тут, наверное, история все-таки больше, да, для бизнеса и для организации каких-то. Меня вот по программе, простите, что заинтересовало или дополнение какое-то было. Нет, пожалуйста, я слушаю. Я просто вот на завтрашний день смотрю, я не знаю, у меня там два мероприятия завтра, да, это рабочая встреча региональных центров по энергосбережению и круглый стол на тему энергосбережения и молодежный взгляд на развитие энергетики и будущее начинается сегодня. Вот эта история, она как раз про обычных людей, когда Рек говорит, или нет, или это тоже для бизнеса больше? Студенты. Студенты. Учащиеся в профильных учебных заведениях, которые занимаются энергетикой и студенты. Это очень важная тема, очень важное направление, потому что, если мы не научим сегодня людей не только экономить электроэнерго, экономить каждое движение в бизнесе, то есть в бизнесе ничего не должно быть лишнего, иначе он будет неэффективен, иначе он не сможет конкурировать на нормальных рынках. Поэтому, если мы вот, а это, к сожалению, идет в разрез с нашими русскими традициями, с нашим русским менталитетом. Я не знаю, по-моему, Достоевскому приписывают фразу про широту русской души. Вот за это я бы, честно говоря, наказывал. За это понятие широта, так называемое, то есть он тогда, когда направлено на расточительство, неоправданное, особенно в условиях производства, вот это вот надо выкорчевывать всеми возможными силами. И вот здесь надо заниматься воспитанием людей, чтобы, значит, ну, помните, Петр Первый, он там немцев приглашал, они воспитывали людей делать все разумно. Вот, и мы сейчас это немножко забыли. Без этого, без воспитания поколений, чтобы у человека было истиннее, искреннее желание делать все разумно и предельно без всего лишнего. Иначе мы не выживем в конкурентных делах. Ну, это вопрос... Это эмоционально, я извиняюсь. Да, ничего, очень хорошо, что эмоционально. Это вопрос больше подготовки там конкретных специалистов, да, то есть профильных, или это вопрос вообще всей системы образования, что каждая сфера, каждое предприятие, то есть, если неважно, на кого ты учился, ты все равно должен все это будешь внедрять. Это вопрос воспитания с ясельного возраста. То есть, это даже вопрос уже не университета. Чтобы вот все это делалось минимальными затратами, без, так сказать, без лишнего расточительства, мы будем в большой, великой стране, вернемся в это русло. Если это у нас не получится, извините, большого будущего нам ждать неоткуда. Вот, мое мнение. Но эта история, она не только с энергоэффективностью связана, конечно, конечно. Это история и с темой экологии связана, с сортировкой мусора. Все, все, все. То, что в Западной Европе делается сейчас на уровне детского сада, то есть, там им объясняют, почему бутылку пластиковую надо в это ведро положить, а там бумажку, например, в это, а органические отходы в третье ведро. Здесь то же самое. Просто энергоэффективность это одна из статей общей эффективности процесса. Давайте к ней подходить именно с этой позиции. А можем ли мы назвать, все-таки, если мы не о гражданах говорим, да, о гражданах, может быть, чуть позже еще успеем, а если мы говорим все-таки о предприятиях наших кировских, о бизнесе именно, есть какие-то лидеры в отрасли энергосберегающих технологий энергоэффективности? Конечно, есть. На кого равняют? Есть. Ну, вы знаете, я могу равняться только на тех, где я бывал реально и видел. Может быть, есть кто-то еще, кто... У нас, смотрите, какие процессы проходят. Вот. Значит, например, на заводе Веста экономия электроэнергии, вернее, всех видов ресурсов колоссальные. Они реорганизовали полностью систему отопления. Вот. Они реорганизовали многие технологии. И в результате, во-первых, выработка выросла во много раз с начала века. Во-вторых, потребление энергоресурсов, несмотря на рост объемов, у них осталось примерно на том же уровне. Это как-то связано с приходом инвесторов зарубежных или нет? Связано, да. Это связано с новой психологией подхода к процессам производства. Они не так много сделали, там, скажем, инноваций в оборудовании, сделали, конечно, но убрали все лишнее, что мы делали, сами того не замечая. Вот. Дальше, значит, смотрите, например, комбинат Искош. Это умнейшее предприятие, которое работает на конкурентном рынке. Оно, кстати, тоже его отчасти заставила работа на ту же самую Весту, потому что они работают на мировых ценах. Они конкурируют и с Китаем, и с Италией, и с нашими предприятиями, которые поставляют компоненты для заводов. Это очень тяжелый рынок, очень трудный рынок. Там нет больших прибылей, там можно только за счет высокой эффективности производства все это дело достичь. Вот. Эти ребята, значит, они уже лет, наверное, 13, у них работает своя газопоршневая электростанция. Она уже купила себя, наверное, раза два. Вот. У них, помню, иду по... У них очень хороший инструментальный цех. Иду по цеху, в цехе темно. Там нет света, там автоматы работают. Там свет только там, где человек подходит обслуживать автомат, он включил. То есть эти вещи настолько быстро окупаются? Я почему-то думала, что это прям, если ты... Нет, это психология у них. У них идешь по коридору, в коридоре работают чуть-чуть заметные дежурные лампочки, но вслед за тобой зажигается, значит, освещение. То есть вот этот вот подход, который должен быть на любом предприятии. Но это... Пока у нас, к сожалению, такое... Этим занялись первые только действительно предприятия, работающие на конкурентных рынках. А в Кирове их у нас не так много. То есть Веста, есть КОЖ, есть еще... Да, их много предприятий. Я приводил ЛУЗу, там изумительно просто выполнены все вопросы по экономии всех видов ресурсов. Очень неплохо работает, думает над этой темой о ВИТЭК, они делают тоже свою генерацию, значит, ЛЕПСи, большие работы проводит. Дальше, значит, ну, пришел когда-то немец на ТЭКу у нас, правда, судьба его не совсем хорошая получилась. Значит, он поставил сразу же свою отопительную систему, свою компрессорную и стал в два с половиной раза меньше платить за отопление. То есть все это разумно было сделано. То есть таких предприятий у нас много, но это предприятие, конечно, конкурентного бизнеса. Андрей? Ну, если я не думаю, я немножко не соглашусь, он перечислил сейчас самых наших монстров, точнее, я соглашусь, я соглашусь, но добавлю, да, то есть он перечислил самых наших монстров, наших, то, на чем держится наша экономика, естественно, они в силу своей мощи и в силу того, что они много потребляют энергоресурсы. Они много экономят. Они не могут не заниматься этой темой, но поверьте, что и малые предприятия, частные предприятия с небольшим потреблением, все задачи на этой теме, и что приятно, люди общаются, и вот, когда нам нужно внедрить что-то и показать, наш человек на слово не верит, ему надо посмотреть, показать, пощупать, поговорить с эксплуатацией, и очень сильно распространено, что мы своих клиентов будущих возим на те предприятия, где уже внедрили эти вещи, чтобы им там рассказали, как они работают. И рассказали, да, и убедились, и на самом деле этой темой частный бизнес, он не может не заниматься в нынешней ситуации. Или разорится. Да, или его не будет просто. Слушайте, а люди, вот если мы об обычных гражданах говорим, у людей за вот это время, пока проходят наши конференции, да, и за то время, пока вот, ну, от первой лампочки, что называется, там, до вот сейчас нынешних светодиодов, они осознали вообще, что это важно или нет, как вам кажется? То есть, если мы про обычных граждан говорим? Про то самое осознание. Ну, то есть, вот я, например, вижу два холодильника продаются, мне надо новый холодильник, я вижу два холодильника, у одного там энергоэффективность, что-то там, а с одним плюсиком, а у другого, например, плюсиками, а с тремя плюсиками стоит условно 40 тысяч, а который с одним, например, 20. То есть, ну, вот я думаю, что большинство граждан, наверное, пойдет и купит холодильник за 20. Простите, что опять на примитивном таком примере. Ну, при прочих равных, скорее всего. Абсолютно правы, да, или не заметят на эти плюсики просто, потому что смотрят на внешний вид, как водится, но, к счастью, сегодня не такая большая разница на потреблении холодильников, поэтому здесь, вот, главное, конечно, именно воспитание человека, чтобы разумность была во всех делах. Это очень-очень важно. И вот это одно из тех моментов, которые как раз пропагандируют наша конференция, которая сейчас проходит. Завершать нам, к сожалению, 10 секунд осталось. Да, мы еще, конечно, хотели, чтобы наше, значит, правительство региональное реально бы сделало, реально форсировало программу газомоторного топлива, к ней колоссальный интерес. Вот, она, к сожалению, на федеральном уровне больше как декларации, то есть она не очень идет, но не эффективно идет и не так быстро. Вот, второе, конечно, хотелось, чтобы была программа по снижению затрат на отопление в муниципальных районах. К нам приходит очень много обращений, Очень много заявок. Вятскую торговую промышленность. Леонид Перминов, вице-президент Вятской торговой промышленной палаты, Андрей Черепанов, директор компании ВТК «Оптима», были у нас в гостях. Анна Лапшина, Дарья Топузлива, прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова